Кому-то в дом тепло пришло неделю назад, а кому-то опаздывает. Жители 42-го дома по улице 2-я лагерная уже много лет вынуждены в начале отопительного сезона биться за погоду в доме. Но столбики термометров неумолимо ползут вниз. Газ включаем, греем, немножко воздух гоняем. А так вот 14 утра, сейчас побольше стало, руками нагрели даже. 16 градусов. Когда в положенное время батареи не подали признаков жизни, жители начали звонить в управляющую компанию. Оттуда их отфутболили к тепловикам. Якобы все работы в доме сделаны, все вопросы к поставщикам ресурсов. Там послали на горячую линию. Оказалось, это администрация. Администрации сказали, зачем вы нам звоните. Я говорю, потому что сказали, дали ваш номер. Они говорят, это отвечает тепловая. Я говорю, ну мне так сказали, почему, я звонила в ЖКО, и туда звонила. Говорю, вы отфутболивайте туда-сюда. Я не пойму, кто отвечает за отопление. Говорю, только мы сидим замерзаем за свои деньги. Я говорю, каждый год одно и то же. Ну вот они сказали, что девушка сказала на телефоне, я записала ваш адрес и все. Трубку бросила. Пока хозяева обрывали провода и обивали пороги, в квартирах поселился непрошенный гость. Грибок ползет по недавно отремонтированным стенам с пугающей скоростью. Здесь вот летом покрасили потолки, недавно совсем. Видите, красили чистые. А здесь вот угол, он черный. Он уже почернел за несколько дней, пока отопления нет. Вот буквально за несколько дней. Все нормально было. Потому что у нас с той стороны, с улицы, стена черная совсем полностью. Она черная и течет там вообще кошмар. Все обитатели этой квартиры взрослые, самостоятельные люди. Соседям приходится тяжелее. В нашей квартире проживает бабушка 88 лет и маленький ребенок, который требует тепла и заботы при помощи обогревателей. Естественно, мы нашли очень много электроэнергии, за которую неизвестно, кто должен платить. То есть мы будем платить и за отопление, и за энергию, потраченную на обогрев квартиры. Самое ужасное в этой ситуации то, что жильцы дома даже приблизительно не знают, когда потеплеет в квартирах. Ведь организации, ответственные за это, не занимаются решением их проблемы, а перекидывают ответственность друг на друга. Ждать потепления приходится только от природы. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.